Всем привет, с вами Тимуха, и у меня для вас не самые хорошие новости. Стала известна предполагаемая дата блокировки Ютуба в России. Это 4 апреля, или же грядущий понедельник. Я на этой площадке уже 4 года снимаю видео, и я не хочу терять свою аудиторию, поэтому, ребята, обязательно подпишитесь на наши соцсети, зайдите в наш Дискорд-сервер, зайдите в нашу группу ВКонтакте, в которой поискся реальные прикольные мемы, в канал в Телеграме на всякий случай тоже присоединяйтесь, потому что там уже почти 600 человек сидит, это немало. В ВК я буду выкладывать, скорее всего, видосы, на Ютубе я тоже, скорее всего, продолжу, но заходить я буду через VPN, и реально я не понимаю, ну как можно блокировать Ютуб, ведь там сидит очень много людей, для меня Ютуб это целая жизнь, в Ютубе я провожу очень много времени. Ну и да, ребята, не забывайте про VPN, потому что всё-таки через VPN всё ещё можно будет смотреть Ютуб, заходить на видосы, я смогу заливать на Ютуб через VPN, поэтому вот ссылка на тот видос, где я рассказываю подробно про все VPNы, будет вот здесь вот справа сверху. Ну а я перехожу к основной сути данного видео. В этом видео я покажу вам, как получить вот такие вот наушники от компании Beats, это компания, проспонсировавшая данный ивент, и ивент, я думаю, называется Dunkin' Simulator, но это вроде отдельный какой-то place, просто в который вмонтировали ивент. Ну вот, мы их получим, опять же, это чисто такие наушники, которые чисто с брендингом, это просто реклама, мне они не шибко нравятся, но всё-таки получить, я думаю, их можно, потому что, ну, выглядят они не так уж и плохо. Также мы сможем получить в ивенте под названием Grammy Week, он обновился, и теперь мы там сможем получить вот такую вот 3D-рубашку LaTruBeat Tribu, MasterCard, сможем получить тоже 3D-рубашку, и сможем получить вот такую тоже 3D-рубашку уже с изображением Грэмми. А, ну и ещё, у нас на 1 апреля вчера появилась вот такая вот замечательная шляпа, блин, как же сочно выглядит еда, которая на этой тарелке, реально советую и рекомендую забрать эту вещь, потому что она будет доступна до 1 мая, это целый месяц, но всё-таки лучше забрать сейчас, чем потом опоздать и сожалеть о том, что не успели забрать эту тарелочку с едой. Ссылка на данную тарелочку будет в описании. Кстати, когда эта вещь только вышла, я тут же оповестил об этом наших людей в Дискорде и людей ВКонтакте, поэтому, пожалуйста, ребята, переходите туда, если вы ещё туда не перешли. Ну, а мы переходим к получению ивентовских вещей, погнали! Первый плейс и ивент на очереди, это у нас будет Грэмми Вик. И, короче, смотрите, у нас теперь в этом плейсе проходит каждый час концерт, в котором нам показывают номинацию на приз Грэмми. И если мы зайдём в этот плейс тогда, когда ивент будет идти, когда он будет в самом разгаре, то мы получим вот такую вот зелёную 3D-рубашку. Чтобы получить футболку от Мастеркарда, мы должны подобрать любую из вот этих вот вещей, которые лежат у нас на красной дорожке. Просто входим в эту вещь, им рубашку Мастеркарда нам дают в инвентаре. Вот она. И, о боже, какая же она жуткая, как на мне вещь скукожилась. Ну и чтобы получить последнюю футболку с граммофончиком, мы должны подойти к любому вот этому вот фотографу, нажать на кнопку взаимодействия и сделать фоточку. И наша рубашечка будет в нашем инвентаре. Всё довольно просто. И это, как я понимаю, все вещи, которые мы можем получить в этом венте бесплатно. Ссылка на плейлист с прохождением всех ивентов и прохождением этого ивента в том числе будет вот здесь вот справа сверху. Ну а теперь переходим к получению наушников в плейсе под названием Данкинс Симулятор. Ссылка на этот плейс будет в описании, а название вы сейчас видите на своих экранах. Итак, как только мы зашли, нам надо пройти небольшой туториал. Подходим вот к этому манекенчику, он нам что-то говорит, нажимаем ОК. Подходим к нашему кольцу и на пробел, либо на кнопку Е, мы должны будем закинуть мяч в кольцо. Я не знаю, какие у вас там будут кнопки на мобильных устройствах, но, скорее всего, они там будут. Поэтому просто зажимайте, и когда вот эта вот черточка будет в зеленой зоне, мы отпускаем кнопку и мы забиваем хороший гол. И, короче, нам надо было сейчас забить 3 гола, я это сделал, нажимаем ОК, нам говорят идти и прокачать одну стату в магазине. Мы это делаем, нажимаем ОК, не забываем нажать ОК. Опять подбегаем к манекену, опять снова нажимаем ОК, он нам говорит прикупить мячик. Мы покупаем вот этот вот синий, он у нас экипируется. Мы снова нажимаем ОК и снова бежим вот к какому-то снова манекену. Боже, какой же все-таки муторный туториал. Нажимаем на кнопку Апгрейд, все, нажимаем Редем, все, уходим отсюда и нажимаем, так это мне закрывает Сенсил. Ну и теперь все, нам осталось просто подбежать к одному квестовому персонажу и взять у него квест и выполнить его. Подходим вот к этому, я не знаю, кто это такой, какой-то челик, честно, хз. Ну ладно, нажимаем на кнопку F и на кнопочку взаимодействия. И теперь он нам говорит, что нам надо забить просто вот 10 голов вот в это вот кольцо. Мы это делаем без каких-либо трудностей и вот я забиваю последнее кольцо, уже радуюсь, но на самом деле еще пока не все. Нам надо нажать на кнопку Редем и идти к нашему афроамериканцу. Снова нажимаем на кнопку взаимодействия и нажимаем на кнопки ОК и все, мы прошли данный ивент. Честно, такое себе, а мне не понравилось. Я бы поставил ему, ну честно, наверное, 4 из 10, может даже 3. Такой себе ивент. Но вещь, я бы сказал, прикольненькая, но было бы на ней, конечно, меньше брендинга, но ладно, пофиг. Пишите в комментариях, как вам данный ивент, как вам данные вещи. Лично мне вещи понравились. Реально, самая прикольная вещь, это та, которая бесплатная, можно в каталоге забрать с очень вкусненькой едой, которая на тарелочке. А так, остальные вещи, ну, такое себе. Но скажу честно, по большей части это видео я выпускаю, потому что надо бы вам рассказать было про то, что YouTube, скорее всего, заблокирует уже 4 апреля. Это грустно, поэтому еще раз говорю, переходите в наши дополнительные соцсети, ссылки будут в описании. Ну что же, пишите в комментариях, насколько вам грустно, насколько не грустно, насколько вообще, что вы думаете вообще насчет блокировки данного видеохостинга. Ну а если впервые, то не забываем подписываться на канал, ставить лайки за друзей и, конечно, присостав в наши дополнительные соцсети. С вами был Тимоха, до скорой встречи, скорее всего, уже на других платформах. Всем пока-пока, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok